Привет-привет! Смотрите, как тут красиво! Я гуляю. Такой очень красивый цвет деревьев. Он на самом деле не зелёный, а такой тёмно-тёмно бордовый. Можно будет так снимать? Сегодня я опять же в этой же куртке, потому что, судя по всему, я буду в ней постоянно, потому что очень холодно. Я уже тут ещё поднадела с начёсом. И, разумеется, мой пояс и собачьи шерсти. Ну, худею. Ладно, посмотрим. Сегодня я с вами хотела бы поговорить про мотивацию. Меня часто спрашивают, ну, самый постоянный вопрос, откуда ты берёшь столько энергии, почему ты такая всё время весёлая и бла-бла-бла. Ну, во-первых, я не всегда такая весёлая. Я просто записываю видео и посты пишу. Ну, стараюсь в хорошем настроении это делать, в ресурсном. И ещё у меня к вам такое пожелание, что если вы вдруг думаете, что жизнь, которую люди показывают в Инстаграм, это реальная жизнь, то подумайте ещё разочек, потому что это вовсе не так. Для меня, я сейчас говорю лично про себя, неприемлемо посвятить свою жизнь детям, жить дома, целью дня сделать, сходить в салон и сделать ногти. Это прям не моя история, и она никогда не была моей историей. Мне очень нравится что-то делать. Смотрите, как круто. Быть полезной. Для меня это супер важно. Причём не имеет значения, я работаю там в консалтинговой... Ой, тут кто-то лазит. Белочка. Очень страшно, я пойду вот тут. А вдруг это не белочка, а лисица-убийца. Ладно. Я стараюсь идти подальше от газончика. На краю, так сказать, пропасти иду. О чём я говорила? Да, неважно, где я работаю. То есть это вот сейчас, это арт-вечеринки, искусство, да. До этого я работала во франчайзинге, до этого был салон красный, до этого я работала в консалтинговой компании. Ну, много чего. В IT-компании также работала. Много чего было, и несу, чем я занимаюсь. Если я не несу пользы, мне становится физически плохо. Я сижу дома и не несу пользы, мне физически плохо. То есть я однозначно не мамаша с детьми, которая сидит и там разводит их по школе, в школу потом забирает на кружки. Всё такое. Это не моя история. Я не говорю, что это плохо. И кому-то так нормально жить. Просто я себя в этом вообще не вижу. Вообще не представляю так, что у меня... Ну, мне кажется, что у меня жизнь закончится на самом деле. В этот момент. Вот. И даже когда у меня бывают приступы ненависти к своему делу, мне хочется только там лежать и отдыхать, я понимаю, что это не помогает. Ну, то есть сидеть дома, не работать, мне не помогает стать в ресурсном состоянии. Понимаете, про что говорю? И может быть у кого-то так же. Если так же, тоже напишите, пожалуйста. Для меня первое, вот первое, что меня мотивирует, это то, что я должна быть полезна людям. И когда люди сейчас мне пишут всякие отзывы хорошие, благодарность... Вот у меня сейчас прошёл марафон, и у меня там миллиард хороших отзывов, и каждый человек написал мне о том, как ему понравилось рисовать. Это так здорово. Плюс, конечно, все эти картины, которые они написали, у них теперь дома, это суперкруто. И я понимаю, что да, я не заработала с этого, да, я даже и не претендую, но я сделала такое хорошее дело, и мне кажется, что это гораздо важнее любого заработка. Вот. И второй момент, как я себя достаю, если у меня происходит вот такая депрессия или апатия, а она у меня происходит, потому что это естественный процесс выгорания, когда там ты что-то делаешь, у тебя долго не получается, со мной тоже это постоянно происходит. Это причём совершенно цикличная вещь, которая повторяется там из года в год. И, например, вот у меня сейчас даже тоже такая ситуация. Я вот отдыхаю, и, ну, конечно, здесь очень круто. И, если честно, в Европе, и вообще на отдыхе гораздо легче доставаться из любой депрессии, из любого выгорания. И тут прям, ну, всё для того, чтобы быть счастливой. Тут прям красота и радость. Мне тут очень нравится. Вот. Так, прическу собрали. Я сегодня, типа, кудрявая, такая красивая, спала с волнушкой, с косичками. И второй момент, который помогает мне максимально сильно, это действие. Сейчас объясню. У большинства людей сформирована в голове такая система. Надо смотреть, говорят в камеру, да? Сформирована в голове такая система, что сначала у нас появляется мотивация, потом мы начинаем действовать, и третьим шагом становится результат. И мы так думаем, да, что, ну, я вот пока не знаю, что мне делать, я вот это не хочу, у меня на это не стоит, ну, и прочие-прочие отмазки. Это, на самом деле, наш мозг. Мозг у нас, он реактивный. Понимаете, да, значение реактивный? Проактивный. Это когда мы что-то делаем, предугадывая события. А реактивный, это когда мы реагируем на то, что уже случилось. Так вот, мозг у нас, он реактивный орган. Господи, посмотрите там, какая красота. Это поля винограда. Итак, мозг — это реактивный орган, который основной своей задачей, основная его задача — это чтобы мы выжили. Понимаете, чтобы выжили. У меня устала рука. Чтобы мы выжили. Соответственно, он не хочет, чтобы у нас было ничего нового, потому что пока мы... Ой, сама себя испугала. Пока мы делаем то, что мы делаем сейчас, мы в целом живы, да? Ну, то есть всё в порядке. Вот я жива, в целом сытая, и всё хорошо. Он не хочет, чтобы я пробовала что-то новое, потому что новое для него может быть равносильно стрессу. Перемены равно стрессу, а мозгу этого не нужно. И он как бы в этом не виноват, это эволюция. И, соответственно, мотивация сама по себе, скорее всего, у нас никогда не появится. Я в этом уверена, процентов на 99,9 в периоде. Вот, соответственно, как работает... Как появить... Как сделать у себя мотивацию? Очень просто. Действие... Опять кто-то там шуршит. Действие, результат, и третьим пунктом мотивация. Всё очень просто. Вот так это работает, мои хорошие. По крайней мере, у меня и у кучи других людей работает именно так. Если вы не знаете, чем вам заняться, это всё время такой вопрос, чем заняться... Так, трактор. Чем заняться, что делать, как дальше жить и прочее, прочее, начните что-то делать, если вы действительно этого хотите. Потому что очень часто это желание ложное. И многие люди, они хотят быть, там, бизнес-вумен и прочее, прочее, потому что... Ну, типа, так положено. А что это я? Все работают, вон, достигают, а я нет. Есть девочка, вот у меня есть одна знакомая девочка. Она работает администратором в салоне красоты. Оп, оп. Вот сюда иду. Тут сейчас будет круто. Это, наверное, рамка кататься, мне кажется, или что-то типа того. Я сейчас вам буду показывать красоту невероятную. И вот эта девочка, которая работает в салоне красоты, ей правда нормально, понимаете? Она не хочет быть бизнес-леди, управлять огромными корпорациями. Она не хочет быть известной и популярной. Она просто хочет ходить в салон красоты и там встречать клиентов. Это тоже имеет право на существование. И вот если вы решили, что действительно ваше это какой-то бизнес, развитие, то начните делать что-то. Скорее всего, это будет не то. И поставьте, например, себе цель сделать там пять раз не то. Скорее всего, на третью. Вы уже поймете как то и сделаете нормально. Но ждать там, типа когда, я не знаю, на нас снизойдет божественный свет и мы поймем, что делать, это не случится. И я не сразу поняла, что мне надо делать. Сейчас я верю в то, что рисовалки это действительно мое. Но до этого было куча всего, куча всего. Даже рисовалки в том формате, в котором они сейчас, они постоянно трансформируются. То есть раньше у меня была студия живописи, куда люди приходили и рисовали. Потом появились эти арт-вечеринки. Сейчас у меня онлайн. И я верю, что все эти формы рисования, они мои, и они имеют право на существование. И я им разрешаю себе, и вам рекомендую точно так же делать, я разрешаю себе всегда, в любой момент своей жизни передумать. Я разрешаю себе не всю жизнь заниматься рисовалками. Я разрешаю себе в какой-то момент решить, что все, хватит, и перестать это делать. Скорее всего, я так не сделаю. Но у меня есть внутреннее, моральное право так поступить. Вот. Поэтому я, и это вот большая сосна, мы желаем вам веры в себя, решить, что вы хотите. И если вы принципиально понимаете, что да, вы хотите какой-то бизнес или какое-то маленькое дело, то просто начните действовать. И начните что-то делать. Даже просто, знаете, как это, лежите в сторону этой мечты. Просто начните собирать информацию о тех, кто уже делает это. Начните искать какие-то альтернативные или смежные варианты. Просто смотрите в эту сторону. И у меня всегда так бывает. Я очень много собираю информации. Однажды утром просыпаюсь и понимаю, а, надо делать вот так. И все. Я потрясающий кедр. Или что это? Мы желаем вам всего хорошего. Я вас целую и обнимаю. Если у вас есть что сказать по этому поводу, обязательно пишите в комментариях, ставьте мне лайки, и я буду понимать, что вам такая тема интересна. Я вас целую и обнимаю. Пока-пока. С вами была Лена Степкина.